Девушки отдыхают Ты можешь сказать, я согласна, я заведусь Я так и знал, что петляжник будет шутить Сережа? Есть и не одна причем Ты, я вижу, держишь себя в руках Рома? А я вообще люблю поговорить В том числе и во время интима И во время секса тоже Наталья, насколько можно объяснить то, что мужчины говорят Да, женские фразы в постели, это очень важно Определенными фразами можно как пробудить интерес сексуальный, так его и погасить Многие женщины все-таки стесняются открыто сообщать о своем влечении сексуальном О потребности заняться сексом именно сейчас Надеются, что мужчина догадается Он не догадывается Поэтому вот главное, что стоит понять женщинам Что мужчины, они тоже хотят слышать какие-то призывы, намеки К тому, что вы открыто расположены Недавно мы с подругами обсуждали Кто и какие фразы чаще всего говорит в постели У нас прям спор завязался После этого я читала на форуме, что именно говорят своим любимым женщины в постели И выбрала пять самых популярных фраз Предлагаю сегодня обсудить эти фразы и разобраться Немного ли женщины болтают И вообще, уместны ли такие разговоры в постели И действительно ли мужчин заводят эти фразы Независимо от того, в каком месте и в какое время мы, женщины, их говорим Итак, первая фраза из пяти, о которых мы сегодня будем говорить Эта фраза я хочу испытать безумное наслаждение Я бы перевел вот так Делай со мной все, что хочешь Когда мы говорим о слове безумное То есть это что-то выходящее за рамки обыденности Это могут быть такие фразы-проверочки Посмотреть, какая реакция Надо фиксировать, на какую фразу у него была позитивная реакция И значит, это именно то, что нужно Я считаю, что женщина в постели должна быть естественной Когда включаются мозги, выключаются ощущения И если она будет думать о фразах, она сама не получит удовольствие Ромочка, но я хочу сделать такое замечание Ты прав И вместе с этим я знаю случай, когда моя одна знакомая Своему мужу говорит такую фразу, когда хочет намекнуть, что она хочет секса Ты не хочешь сходить в душ? И он пришел мне и говорит У меня такое ощущение, что я никогда не моюсь Для него эта фраза, это просто унижение и убийство На самом деле она не знает, как ему сказать, что она хочет заняться сексом Поэтому я думаю, что здесь ключевые слова Это хочу и наслаждение Но у нас впереди есть еще, как говорится, где развернуться мужским комментарием Эта фраза Исполни все свои сексуальные фантазии, говорит женщина Это абсолютное доверие Это шикарная фраза, на мой взгляд Действительно возбуждающая Это значит, партнеры друг другу абсолютно отдаются И женщина, как минимум, дает карт-бланш на все, что угодно Я бы это свел к такому краткому месседжу Калинин, давай Ну так мы любую фразу можем заменить Калинин, давай Правда, если ей услышано, вряд ли не зайдет На следующие фразы будут другие подтексты Многие люди в быту не знают, как сказать своему партнеру о том, что они хотят Либо к чему они готовы Вот живут люди вместе, там, 10 лет И тут жена понимает, пора что-то менять Ну вот как ей сказать мужчине о том, что она готова к этим сексуальным фантазиям Мне кажется, важно, чтобы вообще люди говорили о сексе И как-то разбирали полеты Что вот было удачно, а в этот раз, ну, к сожалению, не особо И тогда понимаешь, в каком направлении двигаться, так ведь? Ну, конечно Ну, доверие, видишь, общение Если они 10 лет не общались, через 10 лет, конечно, сложно начинать Да еще и с сексуальной темы Сложно, но возможно Как раз когда у людей что-то уже приелось, либо не получается Начинать надо именно с фраз Вот эта вот фраза Делай со мной что хочешь Это призыв То есть когда женщина сообщает о том, что она готова уже что-нибудь менять В сексуальных отношениях, что мужчина может смелее действовать Особенно если это сопровождается ролевыми играми, я бы сказал А, например, если вот идет такая тема широко многими обсуждаемая Давайте не многими обсуждаемая, а как было у тебя в жизни Медсестра-пациент Когда можно сказать Пациент, снимите штаны То есть это тоже фраза Фраза «делай со мной все, что хочешь» может в том числе зависеть еще от контекста А с мужской точки зрения здесь еще один очень важный момент Женщина ни с того ни с сего вроде бы как дает тебе разрешение на фантазии И она этого тоже хочет От этого мужик заводится очень сильно Напоминаю, что впереди у нас еще три фразы, которые заводят мужчин во время интимной близости Мне нравится чувствовать тебя Это шикарная фраза, на мой взгляд это шикарно Первая благодарность тебе за то, что ты уже делаешь И ты понимаешь, что ты на правильном пути Я хочу сказать, достаточно рабочая фраза, надо признать Ой, как это мило и эротично звучит Это очень рабочая фраза Девочки, запишите, пожалуйста, эту фразу Не, ну мы говорим про реальные советы Многие мужчины испытывают страх не удовлетворить женщину Если женщина говорит эту фразу «мне нравится тебя чувствовать» Мужчина с большим энтузиазмом однозначно продолжит начатое дело Наконец появилась фраза, которая устраивает абсолютно всех мужчин Что будет дальше, еще горячее Кстати, давайте выпьем по чашечке кофе На втором месте в топ фраз, которые заводят мужчин в интимной близости Эта фраза «я сейчас умру от удовольствия» Ну да, я сейчас умру от удовольствия Мужчина слышит это от своей женщины Но Миша эта фраза нравится По-моему, он все делает правильно Мне тоже нравится По-моему, немножко смущает все-таки слово «умру», потому что действительно могут быть разночтения Мне кажется, что вот в этой фразе смысл, который вкладывали мужчины, он состоит в том, чтобы женщина сообщила о каком-то пике наслаждения Я сейчас сойду с ума от удовольствия Да, я сойду с ума, по-моему, отлично Это очень поднимает самооценку мужчине и это дает шанс на то, что следующая встреча пары будет не менее горячей Поэтому я считаю, что какие-то вариации этой фразы однозначно стоит использовать Поэтому задача не употребить эту фразу, а употребить этот смысл У нас получается, что топ-5 фраз во время интимной близости нужно еще правильно расположить Вот первая фраза «Я хочу испытать безумное удовольствие» — это как бы прелюдия, то есть до того, как близость состоялась Затем «Делай со мной все, что хочешь» или «Исполни свои сексуальные фантазии» — это скорее в начале процесса «Мне нравится чувствовать тебя» — это уже, как Рома подметил «Все идет нормально» — та фраза, которую мы сейчас обсуждали «Я умру от удовольствия ближе к финалу» — и вот последняя фраза, самая распространенная «Я хочу тебя» — о да, ну это фраза, это классика На мой взгляд, это первая фраза И причем действительно, ты правильно подметила, она универсальна Она может быть до, во время и после Надь, ну что может быть прекраснее, когда женщина тебе говорит, что она тебя хочет? Все, сделай так, чтобы она сказала все остальные фразы, которые мы обсудили Я в данном случае уверен на сто процентов, что мужчинам хочется это слышать чаще, чем они это слышат От женщины услышать «Я хочу тебя» гораздо более волнующе и завораживающе, чем от мужчины Стереотип существует, что мужчины хотят чаще Дайте нам понять, что вы его хотите так же часто, как и мы Что вы готовы говорить с нами об этом, что вы готовы давать нам реализовывать все свои фантазии Просто дайте понять, что вы наши настоящие партнеры Ну я могу сказать, что на самом деле инициатива со стороны женщины, она заводит больше, чем любая из перечисленных фраз Ты сразу чувствуешь себя уверенным в себе на сто процентов Потому что все вопросы, все проблемы, которые возникают у мужчин во время секса, они, как правило, от отсутствия уверенности Насколько часто это может быть? Вот в чем вопрос Ведь если женщина эту фразу говорит всегда «Я хочу тебя» работает хорошо, всего три слова «Я хочу тебя» Злоупотреблять ней тоже не стоит, я считаю, потому что к любому выражению «Я люблю тебя», «Я хочу тебя» люди привыкают Если это звучит десять раз в день, теряется его ценность Но то, что не побояться заявить открыто о своем сексуальном желании стоит каждой женщине, вот я в этом уверена Любая фраза во время секса должна быть естественной, она должна быть искренней Продумывать какую-то стратегию, вот сейчас вот эту фразу скажу, потом это заклинание, вот это работает Только когда мужчина чувствует, что эти фразы говорятся искренне Для женщин, которые будут пробовать применить эти советы в жизни, важно думать не о собственном страхе А вдруг ему не понравится, а об удовольствии, которое испытаете и вы, и ваш любимый человек Спасибо вам огромное за ваши искренние ответы Спасибо Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым